МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирина Звягинцева. В начале коротко о главных темах выпуска. Детей посадим в кабинеты. Дети пересекаться в кабинетах не будут. Учебу в условиях пандемии Валерий Лимаренко обсудил новый школьный режим с учителями Паранайска. Валерийский родной триколор. Отметили день флага, в Южно-Сахалинске вспомнили историю триколора. Японцы считают, что это лучшая капуста. Вкусна и полезна для здоровья. На острове работает цех по переработке морской капусты. Позвивается и логическое мышление, и математическое. Я думаю, что это одно за другое цепляется. Это очень хорошо и правильно. Ближе к технологиям в технопарке «Кванториум» провели день открытых дверей. Престартовое волнение у всех, и у людей, и у лошадей. Взаимодействие с садником в клубе «Аристократ» состоялись конные соревнования на кубок мэра Южно-Сахалинска. Паранайские школы готовы к началу учебного года. Губернатор Валерий Лимаренко побывал в районе с рабочей поездкой в общеобразовательном учреждении номер 7. Он встретился с учителями, родителями и обсудил варианты проведения занятий в условиях пандемии. Также глава региона посетил место строительства многоквартирных домов и оценил качество ремонта дорог. Обо всем подробно расскажет моя коллега Олеся Львова. Чистые классы, современная техника и обновленные кабинеты. Уже через неделю в этих стенах вновь прозвенит первый звонок. Вот только как организуют учебный процесс в условиях пандемии – вопрос открытый. Свои предложения оптимизации школьных занятий губернатору Валерию Лимаренко рассказала директор Паранайской школы номер 7 Елена Гулько. Вопрос сейчас уже обсудили, решили о том, что смена будет сдвинута. Мы будем учиться не в одну смену, а примерно в полтора. И поэтому ступенчатый режим занятия, о котором мы с вами проговаривали, он реально возможен. Таким образом, пересечение классных потоков будет минимально, а время школьных занятий не растянется на весь день. Сами же ученики с нетерпением ждут возвращения в родные стены. Ремонт не только радует глаз, но и настраивает на учебный процесс. Новый актовый зал, большой обновленный пищеблок с усиленными плитами и масса развлечений на переменах. Школа оснащена по последнему слову техники. Помимо необходимого оборудования здесь установили и дополнительные, например, такие глобусы, на которых можно посмотреть звездную карту и далее карту мира. Развивать способности паранайская молодежь теперь может и в сфере робототехники. Школьники продемонстрировали губернатору, чему научились в прошлом году. Некоторые ребята планируют получить образование в области физики на материке. Одному из выпускников, Кириллу Донцову, Валерий Лемаренко предложил рассмотреть программу «Два диплома», которые реализуют в САХГУ. Это позволит молодому человеку остаться на Сахалине. При этом по окончании вуза у него будет корочка сразу двух университетов. Не оставил без внимания губернаторы из строительства дороги возле школы. На проблемном участке меняют асфальтобетонное полотно и облагораживают пешеходную дорожку. В завершение строительства 20 сентября планируется завершающая стадия покрытия, дорожные знаки, восстановление ограждения. Строится в Паранайске и жилье. Для переселения людей из аварийных домов в городе возвели два многоквартирных здания на улице Дружбы. В просторных помещениях закончили внутреннюю отделку. Сейчас подрядчик приступил к благоустройству придомовой территории. Глава региона предложил вести практику приемки жилых помещений в присутствии будущих жильцов. Новоселье Паранайца отметят уже в сентябре. Олеся Львова, Алексей Нейстеров, телекомпания ОТВ. Не пропустил Валерий Лимаренко и День города. Паранайскую исполнился 151 год. В рамках торжества горожане провели флешмоб. А местные производители устроили ярмарку, где каждый желающий мог приобрести продукцию по приятным ценам. Подробности далее. Паранайск – это город тружеников. Паранайск – это город людей, которые любят свой город и украшают его. За 151 год Паранайск действительно сильно изменился. Из маленького поселения в устье реки он превратился в светлый цветущий город. На празднование очередного дня рождения пришли тысячи жителей, для которых приготовили насыщенную программу. Город цветет, или раньше, что было, или сейчас. И молодежь меняется, все меняется абсолютно. Инфраструктура разрабатывается, намного лучше становится все. Я горжусь своим городом. Не забыли Паранайцы и про День российского флага. Молодежь приготовила флешмоб, которому привлекли школьников, юнормейцев и местный мотоклуб. Рядом на площади организовали ярмарку под открытым небом. Проверил соотношение цены и качества и губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона пообщался с жителями и посетил социальный магазин. А корочка у нас все дешевле, куры у нас дешевле, у нас здесь и субпродукты все дешевле. Назвать небольшую торговую точку возле площади магазинам сложно. Губернатор отметил, что для развивающегося города одного такого места мало. Паранайску необходим большой маркет с социальными ценами на продукты. И договорились с мэром, с директором департамента торгового. И, соответственно, министру, я тоже дал указание, министру сельскохозяйства и торговли, что в этом году появился социальный магазин. Помимо этого, на центральной площади уже в ближайшее время появится большая ярмарочная зона с домиками, где местные производители смогут реализовывать продукцию по доступным ценам. Алиса Львова, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Вся страна отметила день флага. Не осталась в стороне островная область в Южно-Сахалинске возле исторического парка «Россия. Моя история» растянули огромный триколор. В акции поучаствовали волонтеры молодежного форума «Острова» и юно-армейцы. На праздники побывала Кристина Ким. Суббота выдалась на удивление для этого лета ясный, а еще праздничный. 22 августа отмечается день флага страны. Активные сахалинцы растянули триколор возле исторического парка «Россия. Моя история». Полотнище мог увидеть любой проезжающий мимо водитель и даже жильцы соседних домов. Оно было огромным, 4 метра в ширину и 12 в длину. День флага – праздник молодой. В России его начали отмечать с 1994 года. Если обратиться к истории, триколор придумал Петр I. Тогда флаг виднелся только на торговых судах. Это, я думаю, очень значимо. Это же история. У флага Российской Федерации тоже была своя история. Флаг менялся у нас трижды и все равно вернулся к триколору, тому, который сейчас на сегодняшний день есть. В патриотической акции поучаствовали более 50 человек – юно-армейцы и волонтеры форума «Острова». И, конечно, день государственного флага, пусть многие из нас и не празднуют его как-то специально, это хороший повод задуматься о том, а что такое быть патриотом, зачем мы живем в России, как мы каждый день делаем что-то или наоборот не делаем, чтобы и дальше мы могли жить в стране, за которой мы гордимся, в которой будут жить наши дети. Сегодня Всероссийский день флага. И нас, как для волонтеров Всероссийского молодежного патриотического форума «Острова», это большая честь, поскольку это наша история, это всегда приятно поучаствовать в таком мероприятии, это берет гордость за свою страну, и это очень важно для молодого поколения. Для меня, как для гражданина своей страны, особенно важно праздновать День флага, развивать патриотизм и любовь к государству в целом. Для этого я пришла сюда как волонтер форума «Острова-2020». Молодежно-патриотический форум, посвященный окончанию Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина и Курил, пройдет с 30 августа по 3 сентября. К слету присоединятся 500 молодых сахалинцев и полтысячи ребят из других регионов страны. Кристина Ким, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Солнечные выходные не обошлись без аварий. В областном центре 32-летний водитель мотоцикла ехал по улице Сахалинской на запад. На перекрестке из Дзержинского он врезался в Даха Цутериус, в результате чего сам виновник получил травмы. Передвигался по городу владелец двухколесного транспортного средства в нетрезвом состоянии и будучи лишенным водительских прав. Еще одно ДТП произошло в Макаровском районе. Девушка на мопеде решила развернуться посреди дороги, не убедившись в безопасности маневра. Водитель Тойоты Кроун, в отличие от своего автомобиля, не пострадал. Виновница аварии госпитализирована. Ремонт улицы Ленина в Южно-Сахалинске на особом контроле у мэра Сергея Насадина. Городоначальник проверил, как идет ход работ. Выяснилось, что подрядчик не успевает уложиться в сроки. Капитальную реконструкцию дороги должны были закончить к 1 сентября. Причина отставания – нехватка рабочих в регионе. Глава островной столицы поручил завершить ремонт не позднее 1 октября. В противном случае исполнителя внесут в реестр недобросовестных и расторгнут договор. Безусловно, оно создает кучу неудобств людям, потому что вскрыты тротуары. Но при этом на объекте очень мало людей. Безусловно, это и нас не устраивает, и наших жителей. Также мэр города проверил, готова ли новая коррекционная школа в Луговом к началу учебного года. Могу сказать, что очень коллектив, молодцы, школы, они практически все педагоги вышли и готовят помещение для приема детишек. Скажу честно, сначала нам будет очень тяжело, потому что действительно дети особенные, и они очень тяжело привыкают к новому. Строительство объекта уже завершено. Осталось благоустроить территорию. 1 сентября школа откроет двери для 260 ребят. В Сахалинской области набирают производственные обороты цех по переработке морской капусты. Продукцию поставляют как на российские, так и японские рынки. Помимо привычной всем вареной ламинарии, предприятие выпускает супы, салаты быстрого приготовления. Подробнее расскажет Даниил Маслов. Сахалинская область славится не только красной рыбой, икрой, крабами, но и ламинарией. В основном в регионе на полную мощность выходит цех по переработке морской капусты. Капусту мы добываем из двух районов. Западно-Сахалинская подзона и Восточно-Сахалинская. Западно-Сахалинская – это у нас район Хомска, а Восточно-Сахалинская – это за Корсаков и туда, в сторону Озерска. Вот два участка добычи, где добывается капуста. Помимо местного и российского рынка, в продукцию отправляют и в Японию. Для этого пришлось существенно модернизировать технологию высушивания крупных листов морской капусты. Если во всем мире ламинарию сушат вертикально, на Сахалине это делают горизонтально. Таким образом продукт выглядит и внешне лучше, и в нем сохраняются все полезные вещества. Очень важно, да, это для сохранить все полезные свойства, которые находятся в нашей Сахалинской ламинарии, вида Японика. Видов очень много ламинарии, но как раз наша Сахалинская относится к самому почитаемому потребителями во всем мире, именно ламинарии Японии. Ассортимент продукции предприятия не заканчивается только на привычной вареной морской капусте. В цехе производят биологические добавки для животных, а для людей – чипсы, салаты и даже супы быстрого приготовления. Содержимое высыпать, залить кипятком, подождать 5 минут, и блюдо будет готово. Несмотря на то, что продукт вкусный и полезный, специалисты предприятия рекомендуют употреблять его в меру. В ней очень много микро-макроэлементов, там цинк, йод, то есть все содержащие, которые нам востребованы организмом, понимаете. И это все есть у нас, то есть нам не надо, это суточная доза. Даже тот салат мы рассчитали на то, чтобы это была суточная доза. Вот у нас даже написано 15 грамм. Создать конкурентоспособное на мировом рынке предприятие помогло правительство Сахалинской области. Рыбная отрасль действительно имеет социальное значение. Во-первых, это и продукция, которая действительно должна находиться на полках наших магазинов по доступным ценам. Это и рабочие места, которые создаются в рамках текущей ситуации. Это и развитие экономики региона в целом. Сейчас плановку предприятия усилить свои позиции на российском рынке и перейти от сезонной работы к круглогодичной. Данил Маслов, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ Сахалинским семьям, имеющим детей инвалидов, увеличили выплату на реабилитацию за пределами области. Такая категория родителей может рассчитывать на единовременное пособие в размере порядка 130 тысяч рублей. Мера поддержки предназначена для несовершеннолетних с любой группой инвалидности. С 2014 года в Сахалинской области предоставляется единовременная адресная социальная помощь семьям с детьми инвалидами при выезде на лечение, на реабилитацию за пределы территории Сахалинской области. Эта выплата предоставляется один раз в год. Ранее ее размер составлял до 100 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо обратиться в социальную защиту или многофункциональный центр по месту жительства, а также предоставить пакет документов, паспорт, справку о расходах на реабилитацию и документ, подтверждающий инвалидность. В этом году этой мерой поддержки уже воспользовались около 140 семей. День открытых дверей провели в Кванториуме. Подросткам и их родителям рассказали, чему обучают в детском технопарке. Специалисты провели для гостей несколько занятий по робототехнике, биомеханике и проектированию. С недетскими технологиями познакомилась Кристина Ким. В Кванториуме стартовал набор на новый учебный год. Родители детей пригласили познакомиться с направлениями и наставниками технопарка. Специалисты провели бесплатно несколько мастер-классов по 15 минут каждый. Практические экскурсии, скажем так. Что-то потрогать, что-то попробовать, позадавать вопросы наставникам. Мы ушли от формата длинных мастер-классов, потому что поняли, что желающих посетить наш и познакомиться с нашим технопарком достаточно много. И поэтому здесь мы сделали ставку на количество. Всего здесь 6 классов. Их называют квантумы. Особый интерес у ребят вызывают роботы. В таких специально оборудованных классах взрослые и дети могут себя попробовать практически во всех технических сферах. Сейчас мы посмотрим на деле, как работает робот-пылесос. Концевые выключатели. Как они работают? Врезался, датчик сработал. Он понял, что он в итоге куда-то врезался. Видите, развернулся и поехал в другую сторону. София Акулич кванториум посещает не первый год. Но в день открытых дверей было интересно познакомиться со всеми квантумами и выбрать самые интересные для себя. Я бы хотела записаться в биоквантум, потому что тут мы ставим эксперименты, проводим опыты. Все очень интересно и мне нравится. Родители рады, что есть место, где их дети могут провести время с пользой. Некоторые мамы и папы уже определились, куда их чадо будет ходить после школьных уроков. Моей дочери понравился хай-дек очень сильно. Я думаю, куда ее записать. Все это связано с математикой, то, что развивается и логическое мышление, и математическое. Но я думаю, что это одно за другое цепляется. Это очень хорошо и правильно. Для гостей провели танцевальные мини-уроки на улице. Любой желающий мог попытать удачу в лотерее и получить подарок. Главный приз – энциклопедия. Победителям также вручили фирменные сувениры. Их изготовили в стенах кванториума на 3D-принтере. Кроме опытов с пробирками и химическими веществами, в технопарке дети могут научиться проектировать видеоигры и приложения, снимать мультфильмы, выучить технический английский и многое другое. В планах у сотрудников технопарка провести в этом году... Сахалин получил символику слета острова. Все участники форума получат индивидуальные комплекты, блокноты, футболки, толстовки или зонты на случай непогоды. У каждой вещи свой цвет и определенная символика. Если в ближайшее время, с 30 августа по 4 сентября, вы увидите на улицах молодых людей, девушек прекрасных в таких вот худи, то знайте, что это участники форума слета острова. Будет классно, если вы сможете им подсказать, куда двигаться, что делать, что вообще из замечательного и в Южно-Сахалинске, и в других частях острова. Потому что, наверное, гостеприимство – это то, что идет изнутри, из души, и это очень важно. В молодежном форуме поучаствуют тысячи человек из 85 регионов страны. В рамках слета развернут дискуссионные площадки, для ребят проведут экскурсии по Сахалину, концерты, спортивные мероприятия. Участники разработают сотни идей, лучшие из которых получат гранты на реализацию. На Сахалине стартовал международный кинофестиваль «Край света». Долгожданное для островитян событие открылось показом российской картины «Аритмия». На торжественном мероприятии побывал Евгений Гришковец. Так как фильм посвящен врачам, в киноконцертный зал «Октябрь» пригласили островных медиков, в которых в этом году из-за пандемии коронавируса работы прибавилось вдвое. Подробности у Кристины Ким. Долгожданный праздник кино случился. В этом году он проходит в другом формате. Даже на открытии фестиваля в киноконцертном зале «Октябрь» гости почувствовали колоссальную разницу. Всем пришлось соблюдать ограничительные меры. Зрители сидели через одного и обязательно в масках. Пусть наш фестиваль не имеет номера. То есть 9-й был, 10-й будет в следующем году. Бог даст здоровья всем присутствующим. Но это праздник жизни. Это утверждение жизни. И я скажу, что именно мы должны научиться жить в условиях, в том числе и пандемии. Открыл Крайс Света замечательный фильм про будни врачей «Аритмия». На торжественное мероприятие пригласили медицинских работников со всей области. Выбор картины был нелегким. Думали показать что-то более позитивное. Но выбор пал на кино о реалиях жизни. Организаторы решили, что людям будет полезно увидеть, как медики жертвуют собой ради спасения других. Меня зовут Виталий Сергеевич Головков. Я ваш новый начальник подстанции скорой помощи. И хотелось бы рассказать, как мы будем с вами жить дальше. Мы жизни спасаем. Нельзя все делать по инструкции. Вот мы и делали сами, как считали нужно. Ребята, уберите руки. Она никуда не поедет. Брод! Организаторы решили отказаться от проведения мастерских. Приглашенных звезд тоже не будет. В этот раз впервые фильмы покажут на онлайн-площадке. С программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Фестиваль «Край света» в этом году все-таки проходит. Вот в этом современном языком, говоря, оффлайн-режиме, то есть, другими словами, в живом режиме, с живыми зрителями, в кино, сам этот факт на самом деле уникален. «Край света» продлится с 21 по 28 августа. В эти дни зрители увидят десятки премьер и насладятся уже полюбившимися за годы фильмами. Привычный формат кинофестиваля с показами под открытым небом и ковровой дорожкой возобновится только в следующем году. Тогда же и отпразднуют десятилетие «Край света». Кристина Ким, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ. Южный стритфест на Сахалине пройдет в рамках Всероссийского патриотического слета острова. На фестивале организуют более 20 тематических площадок. Разместят их возле Дома правительства и перед Чехов-центром. Заявки на участие подали художники, актеры, фотографы, уличные музыканты и творческие коллективы. Летний сезон завершится танцевальными батлами и демонстрацией трюков на велосипедах. Кроме того, на встречу приедут спортсмены из других регионов страны. Организаторы не забыли и о самых маленьких зрителях. Для них приготовят фотозоны с любимыми персонажами, квест-игры, фокусы и мастерские. Гвоздем программы станут соревнования «Забег в ползунках». Большая зона ярмарки, мастеров Кэндемейда, которые представят свои изделия, в том числе посвященные Сахалину. Я думаю, хороший повод для гостей Сахалина, которых в этом году хватает, приобрести что-то на память о нашем замечательном острове, о нашей области. Различные направления развлекательного характера. Это лучный тир, это пейнтбол тир. Фестиваль пройдет при поддержке правительства Сахалинской области и Федерального агентства по делам молодежи. Гостей и жителей областного центра «Насыщенная программа» ждет 30 и 31 августа. В городе Грозной Чеченской республики продолжается чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Сахалинскую область достойно представила мастер спорта международного класса, двукратная победительница первенств Европы Лисанна Хиянова. Ученица тренера Артура Никитина из Хомска прошла в финал, где успешно поборолась за золото с восьмеркой соперниц. В рывке подчинила 94 килограмма, а в толчковом упражнении зафиксировала над головой 113 килограммов, проиграв в кило штангистке из Ульяновска. Держи, держи. Убедительный задел в рывке помог холмчанке стать чемпионкой по сумме двоеборья 207 килограммов. Высокое звание Лисан завоевывает во второй раз. Первый триумф к молодой маме пришел 7 лет назад. На манеже клуба «Аристократ» состоялось открытое первенство по конному спорту на Кубок мэра Южно-Сахалинска. Около сотни наездников из нескольких районов юга острова соперничали в дисциплине выездка. Ее по праву считают одной из самых впечатляющих. Лошадь гармонично взаимодействует с всадником. Оба должны четко выполнять шаг, голоб, различные повороты, показать определенный рисунок. Игорь Антипов оценил мастерство спортсменов и их питомцев. Выездка – олимпийский вид в конном спорте. По сравнению с конкуром и тройборьем она более художественная. Чтобы обучить лошадь таким грациозным и техничным движениям и аллюрам, на это требуется несколько лет. Выездку называют философией конного спорта. Чтобы начать прыгать, начать полевые испытания, кросс, нужно научиться лошади управлять. Это и есть базовая подготовка лошади. Сегодня представлены следующие программы. Это средний пресс-1, малый пресс, предварительный пресс юноши. Это езда для молодых лошадей 4-5 лет. Это элементарная езда для детей, для начинающих любителей и для садников на пони. Татьяна Атаманенко из клуба «Аристократ» планировочного района Новоалександровск заявилась на соревнования «Малый и средний приз. Взрослые». Ее боевой конь, арабский жеребец Джобер, хозяйку не подводит. Под легкую музыку все установки выполняет четко. Степень послушания умеренно очень высокая. Отлично работает на шагу, рыси и голопом, по заранее предписанному графику движений. В итоге судьи выставляют максимальное количество баллов. Джобер и Татьяна первые. Это наши первые соревнования по выиске. В этом году мы пока дебютировали, поэтому для первого раза я считаю, что мы очень достойно выступили. Но я довольна своей лошадью. Он молодец, был достаточно активный, хотя я переживала, что наоборот будет тяжело. Но тут получился наоборот, он подзавелся, было немножко сложно с ним, потому что он такой характерный. В шаге от бронзовой награды остановилась Екатерина Архипкина из клуба «Золотой мустанг» села Троицкое. Девушка выступила в категории «Предварительный приз» юноши. Открытый класс. Сначала показала манежную выездку на вороном по кличке «Легион». Затем сменила боевого друга на гнедого «Ураган». На финальный результат повлияло волнение. Лошадь должна четко отвечать на твои сигналы, на твои посылы. И непосредственно, чтобы вы вместе гармонировали и ехали езду более четче. Я смотрю, второй-то конь у тебя более такой буйный. Да, он на самом деле нервничает, ему не нравится стоять на месте. В целом, вроде все неплохо. В награду наездники получили кубки и медали от имени мэра Сергея Нацадина. А питомцев украсили победными розетками. Также каждого породистого чемпиона подчевали любимой морковью. Затем сильнейшие эффектно проехали по манежу круг почета. Уже 12 сентября все отправятся в клуб «Золотой мустанг». Там впервые пройдут соревнования по конкуру на кубок мэра Анивского района. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. Напоминаю, что наши новости вы также можете посмотреть на нашем сайте. Сахалин Курилы по адресу skr.su и в социальных сетях. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!